Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, хотела бы вам предложить сделать очень хорошее органическое средство, направленное на увеличение сладости плодов томатов, на увеличение сроков их хранения, без использования каких-либо дополнительных денежных средств и химических компонентов. Перед тем, как мы приступим непосредственно к приготовлению этого органического настоя, хочется напомнить, что за сладость плодов, любых плодов отвечает такой элемент, как калий. Именно калий, он активизирует порядка 60 ферментов, способствует оттоку накопленных пластических веществ от листового аппарата к самим плодам, увеличивает стрессоустойчивость растений, то есть это тот элемент, который напрямую определяет качество нашего с вами урожая. Зачастую мы добросовестно ведем различные подкормки и томатов, и других овощных культур, но надо понимать, что калий, как и любой элемент, в почве находится в нескольких состояниях. Это совершенно недоступно для всасывания растениями в виде, в малодоступном, в обменном и непосредственно в почвенном растворе, которым растения и питаются. Поэтому, чтобы увеличить содержание калия и повысить его доступность в почве, необходимо как минимум к моменту наступления созревания плодов томатов провести 2, а то и 3 органические подкормки калий, содержащими растворами. Также 1 калия недостаточно для того, чтобы однозначно говорить о том, насколько плоды сладкие. Необходимо понимать и помнить, что сортовые особенности, особенности гибридные, влияют на содержание сахара в тех или иных образцах томатов. Очень часто на пакетах производители семян пишут о том, сколько сахара содержится в будущих урожаях. И содержание сахара является неотъемлемым показателем, который фиксируется при прохождении будущего сорта, сортоиспытательных мероприятий. Какие же факторы влияют на вкус помидоров? Помимо наличия доступного калия для растений, это также наличие кислорода в почве, хорошая влажность в почве, сортовые особенности, как я уже сказала, и соответствующая комфортная температура для роста и созревания будущего урожая. Немного теории вы получили, сейчас перейдем непосредственно к практике и приготовим это чудо-средство. Для того, чтобы приготовить чудо-средство с повышенным содержанием калия, необходимо обойти свой огород и собрать те растения, в буквальном смысле, которые содержат большое количество калия. В первую очередь это свекла. Листва свеклы, корнеплоды свеклы. Очень большое содержание калия будет находиться непосредственно в маленьких, свежих, новых плодах свеклы. Поэтому мы, когда прореживаем свеклу, не выбрасываем ее. Если, конечно, не варим из нее какой-нибудь суп, то берем, измельчаем. И таким образом это является первым и основным компонентом нашего чудо-средства, которое будет содержать большое содержание калия. Все это измельчаем. У меня здесь есть ножик, можно помочь ножикам. Также большое содержание калия характерно для всех зеленых культур. В моем случае это ревень, лист ревня. Подойдут укроп, петрушка, различного рода салаты. Всевозможные зеленые культуры, которые вы выращиваете у себя на огороде. Независимо от того, в какой фазе развития они будут находиться. Но понятно, что чем моложе растение, тем больше у них будет содержание калия. Также не забываем о том, что большое содержание калия находится в одуванчиках. Это номер один среди дикорастущих растений по содержанию калия. И в крапиве. Не забываем об этом. И обязательно добавляем эти растения к своему чудо-средству. Все измельчаем. Большое содержание калия будет характерно для молодого картофеля. Немцы, например, они никогда не чистят кожуру картофеля, не снимают ее. Особенно, когда речь идет о молодом картофеле. Потому что они знают, что там содержится большое количество калия, который благотворно влияет на функционирование организма. Поэтому тот картофель, который по каким-то причинам вы не употребляете, например, он мелкий или нестандартной формы, размера, внешнего вида, обязательно не выбрасываем, а измельчаем для нашего органического средства. Также большое содержание калия из овощных культур будет характерно и для кабачков. Не выбрасываем нестандартного форма, размера или других каких-то показателей кабачки, а берем, измельчаем и используем их как основного из источников калия при приготовлении нашего средства. Лидерами по содержанию калия являются бобовые культуры, в частности фасоль. В моем случае это чечевица, потому что она очень быстро набухает и очень быстро освобождает калий. Поэтому буквально полстакана чечевицы из расчета на 10 литров воды. И, конечно же, зола. Зола, особенно зола, которую мы собрали не из костра, а из печи, является источником калия и других компонентов. Обязательно берем золу где-то из расчета 1 стакан на 10 литров воды. После того, как вы компоненты чудо-средства соединили в ведре, можно их дополнительно перемешать, чтобы зола хорошенечко прилипла к тем же самым кабачкам, чтобы не было никаких потерь. Потому что я предложу сейчас это содержимое не оставлять в ведре в таком виде, а пересыпать в мешочек. Для того, чтобы после того, как произошел процесс сбраживания, можно было просто достать этот мешочек и без процеживания дополнительного воспользоваться уже готовым раствором. В моем случае это старый мешочек для стирки белья. В вашем случае это может быть какой-нибудь небольшой сетчатый мешочек или то, что вы найдете у себя. Вот, все готово. Мешочек готов. Помещаем его в ведро, закрываем и заливаем водой. Собственно, это и есть компоненты нашего чудо-средства. После того, как вы все зальете водой, буквально через 2-3 дня, при температуре окружающей среды порядка 25-27 градусов, как сейчас, ваше чудо-средство будет готово. И мы будем подкармливать помидоры под корень из расчета пол-литра под одно растение с интервалом 4-5 дней. И минимум будем вести эти подкормки 3 раза. Таким образом, увеличим содержание калия в плодах и повысим их лёжкость. Надеюсь, что это незатейливое средство поможет вам добиться максимальной сладости в ваших плодах томатов. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok